Добрый день, меня зовут Ольга, я работаю в сфере профессиональной косметологии. Хочу поделиться своими впечатлениями о замечательном ретрите, на котором я присутствую уже четвертый раз. Меньше года назад я побывала в Центре дыхательных практик Романа Корловского. Меня вызвала интерес просто сама постановка задачи и вопроса дыхания, энергодыхания, как это, что это. Это оказалось все просто. Ты дышишь, ты накапливаешь свою внутреннюю энергию, которую далее ты расходуешь на реализации своих намерений. То есть здесь идет глубокая работа с подсознанием, со своими желаниями, целями, со своим каким-то намерением, которым ты идешь годы, месяцы, дни, неважно. Я хочу сказать и поделиться своим впечатлением в том плане, что практики работают, они помогают реализоваться, как внутренне, так и внешне. В мою личную жизнь вошло несколько изменений благодаря практикам. Поскольку я не первый раз на ретрите, это своеобразная перезагрузка, в первую очередь внутреннего глубокого состояния, работа со своим сознанием, с выходом на более высокие уровни подсознания. Это уход в себя, если хотите, это разговор с самим собой, это монолог, да, это внутреннее, свое внутреннее состояние, которое ты накапливаешь посредством такого простого действия, дыхания. И это чудо, это чудо, поскольку в моей жизни глобальные изменения за вот эти вот, за четвертый раз ретрита, за тот период, когда я посещаю центр Романа Корловского, в мою жизнь пришли новые события, новые люди, новые контакты полезные, которые в дальнейшем, естественно, пригодятся, и я рада новым знакомствам. Ретрит – это глубокая перезагрузка, это трехдневный интенсивный курс отдыхания с применением многих практик. Сюда приезжают довольно интересные, значимые, медийные, да, может быть, и не очень известные люди, которые действительно также ищут себя, ищут свое состояние, ищут пути реализации своих целей и намерений. Всех приглашаю приехать, прочувствовать, поскольку на словах это не передать. Лично моя жизнь изменилась, да. Всю жизнь я шла к каким-то целям, это было сложно, это удавалось или не удавалось. Вот, но Роман так все просто поставил, объяснил и аккумулировал в этих практиках, что действительно просто дышишь, накапливаешь своим дыханием, накапливаешь свою внутреннюю энергию. Очень важно дальше удержать ее, не расплескать на ненужные события, на ненужных людей. Нужно приехать, понять и прочувствовать все это состояние. Это достаточно глубоко, легко и просто. Дышать, накапливать и держать. Спасибо.